Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Я на позитиве. Спать не хочу ни разу. Да все прекрасно, грех жаловаться. Много поводов интересных, которые мы сегодня обсудим с тобой. Творческая деятельность развивается, столько концертов впереди. А сколько прошло? Мы проехали полстраны. С Дальнего Востока. Он очень дальний, но очень теплый наш любимый Дальний Восток. Мариночка, мы смотрим в календарь и видим не только Дальний Восток, не только концерты, но и твою красивую дату, которая приближается. Да, есть такое дело. Вот, и что к этому, кроме подарков в честь Марины Девятовой? Что будет, рассказывай. Намеревается какой-то сюрприз, который готовит мне моя команда. Я ничего не делаю, ничего не знаю. Я выбрала только торт, вишенку на этом торте. И все. Все остальное — это сплошной сюрприз. Ну и 16 декабря, это воскресенье, у нас в ДК Меридиан будет проходить сольный концерт. Моя такая ежегодная концертная программа «С днем рождения». Эту программу я очень люблю, потому что я для себя ее называю «любимая для себя». Потому что в день рождения человек должен позволить себе то, что иногда является где-то где-то невозможным, где-то ты начинаешь думать не о себе. И поэтому в эту программу я хочу вставить все, что я люблю, все, что хочу исполнять. Поэтому советую сразу своим зрителям посетить все заведения, потому что сидеть будем и петь долго. Значит, получается, смотри, 13 декабря ты начинаешь отмечать, три дня до 16-го, такой праздничный марафон. Ну я буду стараться. Самое главное, чтобы вся команда выдержала. Подожди, смотри, 16 число у себя будет концерт. На него можно попасть? Где информация? Так вот, я же сказала, что это ДК Меридиан. Это концертный зал Меридиан, сейчас уже нет ДК. Это концертный зал Меридиан, это находится метро, метро... Калужская, наверное, да. Калужская, да. А там в свободном доступе все билеты, да, пока еще там немного вроде бы, но осталось. Поэтому милости просим, конечно, на русское народное шоу Марина Девятова. Заходим в интернет, друзья, приобретаем билеты, ну и, конечно, приносим цветы и подарки на день рождения. Еще мы знаем, что и уже 19-й год достаточно плотный, да, и будет большой концерт. Вот расскажи об этом тоже. Ребята, вы не поверите, я знаю только дату, что это 21-е апреля. Так. И Кремль. Да, и место. Кремлевский дворец, между прочим. На самом деле, а что еще нужно? Кто, где и когда? Все остальное на полделье. Маринечка, знаешь ли, ты был повод концерта. Да. Ну, вообще, 19-й год для меня, он такой знаковый, он юбилейный. Вообще, мне кажется, у нас в стране есть две позиции. Это творческая деятельность и рабочая деятельность. То есть тогда, когда ты непосредственно трудовую книжку положил. Стаж. Стаж. Вот, правильно. А есть творческая деятельность. Вот моя творческая деятельность началась официально, скажем так, когда я уже на большую сцену вышла. Это было 20 лет назад. А как это было? Ты помнишь? Конечно, очень хорошо помню. Это был концертный зал России. Просто что ты считаешь точкой отчета? Интересно. Вот сейчас расскажу. Нет, на самом деле, пою я с детства, и сцена для меня это как второй дом. Понятно. Без проблемно. Да-да-да. Вот именно на большую профессиональную сцену это был концертный зал России. Так. Тогда еще который был на Китай-городе. Жив, здоров и стоял на месте. Мы вышли вместе с отцом. Это был наш с ним дуэт. И для меня, признаться честно, тогда, наверное, все сработало на моем эго, потому что мне захотелось туда вернуться. Я увидела эти софиты. Я увидела всю вот эту внутреннюю кухню за кулиси. А папа вообще народный артист, между прочим. Ну, да. Так, это на минуточку. Вышла с папой. Папенька у меня, да, папенька у меня тоже имеет отношение к творчеству, чем я очень рада. Поэтому, конечно, когда рядом с вами стоит Иосиф Давыдович Кобзон. Ну, представьте, мне 14 лет, я не знаю, Лариса Долина, Алла Пугачева. То есть это в такой доступности. Эти люди для меня были люди с экрана, а сейчас они здесь. Коллеги, получается. Ну, фактически. И я такая вместе рядом с ними. Естественно, что я захотела, захотела вернуться. Но мой отец тогда сказал, он говорит, хочешь вернуться, иди учиться. И я пошла учиться. Вот так, собственно говоря, то есть исключительно только на желании потешить свое эго. Я пришла в учебное заведение, и впоследствии, конечно, я, ну, и по сей день ни на минуту не пожалела, что связала свою творческую карьеру именно с народной песней. Подожди, но у тебя там неприлично много образований. Кроме Гнесинки, там что-то еще. Музыкальных. 50% подростков, когда заканчивают это заведение, они ненавидят музыку. И, как правило, фортепиано разбирается на дрова. Слушай, ну подожди, вот ты как профессиональный музыкант. Вот скажи, почему так? Неправильный подход. Потому что наша система такова, что нам надо в мозг подрастающего ребенка вставить систему. Не его индивидуальность. Может быть, он потрясающий скрипач, но зачем его мучить этими гаммами на фортепиано? У него просто, может, аппликатура по-другому поставлена. Зачем? У нас такова система. Неважно, гуманитарий ты, математик ты, ты должен знать, как все. Есть определенные стандарты, ты их должен исполнять. Поэтому, когда мне надо было заниматься фортепиано, я, признаюсь честно, я ненавидела этот инструмент. У меня была очень строгая учительница. Ей было очень много лет. У нее, по-моему, было, дай бог, памяти зуба три, дай бог. Она постоянно курила. Но она была самым сильным педагогом у нас в школе. И только благодаря... Нет, именно потому что надо всегда педагога судить по его ученикам. И мы были один из самых сильных классов. Благодаря ей я до сих пор владею фортепиано. Но ее подход был таков, что всегда три, всегда два, всегда три, всегда два. Экзамен пять, четыре, пять, четыре. И меня никогда не хвалили. Мне не говорили, что я молодец, что я розочка, которая расцветает возле фортепиано. Всегда было что-то не так. Музыкальный монастырь просто. Да. Но на хор... Я вообще закончила дирижерское хоровое отделение в музыкальной школе. Вот на хор я белгала с удовольствием. Это компенсация тебе, Марина. Да, это была моя эмоциональная одушина. Скажи, ну а сейчас вот тем людям, которые и знаменитые, и известные музыканты, которые без образования, ты к ним как относишься? По факту они что, и вот вновь коллеги? Ну, послушайте, наверное... Которые, может быть, пошли против системы, которые не хотели быть под присмотром. Наверное, я скажу так, если человек в процессе... Ведь не обязательно у него может быть музыкальное образование, да? Мы можем посмотреть на, допустим, на того же Розенбаума. У него он вообще медик по образованию, да? Но давайте посмотрим теперь на его зрительный зал. Я думаю, что он в процессе, он развивался. И, безусловно, он... Но и у Лисанековича есть музыкальная школа, как минимум, да? Да, то есть впоследствии дальше он развивался. И мне вот всегда очень трепетно наблюдать за тем, как человек, который не имеет изначально школы, да, будучи уже взрослым, состоявшимся человеком... Веком, да, зрелым. Начинает постигать азы, которые он немножечко опоздал, опустил. Но ни в коем случае этого человека нельзя руки ему опускать. Потому что, возможно, да, впоследствии этот человек станет представителем нашей культуры, я сейчас имею в виду, да, мировой. Поэтому я считаю, что если у человека есть цель... Да, надо обязательно давать шансы. У нас сейчас прозвучит композиция, известная тебе, наверное, исполнительная. Правда, они себя зашифровали, как группа Курски Кабейна. Монеточка и Би-2, они же... Смотрим, слушаем, друзья. Скоро вернёмся. Дамы и господа, Марина Девятова на телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим о жизни, о творчестве, о днях рождения и о концертах. Если у вас есть вопросы Марине, оставляйте их в ВКонтакте «Страна.ФМ». Там есть публикация, посвящённая её визиту. Ну и, конечно, можно написать на номер 89099-281-8999. СМС, Ватсап, Вайбер. Дерзайте. Точно. Но не только Марина пришла к нам поболтать. Так. А мы хотели бы, конечно, услышать вживую твое блестящее исполнение. А теперь песня. Ну, ты нам сначала расскажи, что мы услышим. Ну, я думаю, что нет человека в нашей стране, который не знает этот казачий роман «Сой, то не вечер». Вот. Поэтому, несмотря на то, что мы ещё пока находимся в дневной позиции, да, но вечер грядёт. А при этом приехала... Эту песню мы можем смотреть и слушать в любое время. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно недавно. Как раз. Вот там уже ночь. У нас видишь, что «Страна.ФМ». Да, да, да. Там уже ночь. Слушатели и зрители разные. Слушай, а перед этим коротенький вопрос. Ну, ты вот как сейчас видишь, люди молодые, как они воспринимают народную музыку? Прекрасно. Мне кажется, вот я всегда об этом говорю, что когда мы начинаем ругать свою молодёжь, да, которая у нас какая-то вроде не такая, и что-то она не то делает, вот, я всегда на этот вопрос отвечаю понятно и односложно. Ребята, всё начинается из семьи. И культура ребёнка закладывается не в садике, не в детской школе, не в кружках, а именно дома. И поэтому вот меня спрашивают зачастую, а как ребёнку привить? Я говорю, друзья мои, ну давайте так, если папа сидит, смотрит хоккей, а мама ставит лайки в Инстаграм, правильно, то ребёнок вряд ли будет знаком с народным творчеством. Поэтому надо ходить, говорить, показывать, быть собственным примером, потому что дети нас воспринимают визуально. Не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Сейчас многие папы в машине убавили LJM, понимаешь? Слава богу. Нет, ну, всё же, это ни в коем случае, что сейчас вдруг неожиданно надо надеть всем лапти и пойти гукать в лес. Нет. Но мне кажется, что всё-таки есть нам, у нас богатейшая культура, нам есть о чём рассказать и показать. Это не только народная музыка, это и классика, это и Чайковский, и Глинка, и Римский Корсаков. Ребят, ну у нас огромная культура, богатейшая, поэтому деткам надо начинать и семьи вот там закладывать. И тогда, когда они уже будут приходить в свои дворы, в свои компании, да, они будут немного понимать, да, чтобы быть на одной волне, но они будут знать, что дома у них там... Прямо правильные вещи говоришь, надо мне вспомнить, как на баяне играется степь да степь кругом. Вот так, ну что, Марина, мы готовы. Ура! Ура! Будем подпевать. Надевай наушники, да, сейчас будет минусовка. Ну всё, мы готовы, слушайте, смотрите, подпевайте в машинах и не только. Поехали. Мы готовы. Поехали наушники, да, сейчас будет минусовка. Вечер это не вечер, ой, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне при виде... Мне малым мало спалось, ой, да во сне при виде... Мне малым мало спалось, ой, будто конь мой вороной. Разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной... Ой, да разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной... Ой, налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны... Ой, они сорвали черну шапку с моей буйной головы... Ой, они сорвали черну шапку с моей буйной головы... Ой, да пропадет он... Говорил твоя буйная головы... Ой, да пропадет он... Говорил твоя буйная головы... Ой, да пропадет он... Ой, да пропадет он... Вечер... Ой, мне малым мало спалось... Мне малым мало спалось... Ой, мне малым мало спалось... Ой, да во сне при виде... Мне малым-малу спалось Ой, да во сне привиделось Браво! Спасибо звукорежиссёрам, хочу сказать, ребята Просто браво, браво Ликует Гнесинка и скупые мужские слёзы вытирают Ты что, все готовились, я курс заплела Молодец, от волнения Очень здорово, ну Марина, ну хорошо Ну вот писали же Точно, всем будет не спалось сегодня И не будет, и не спится Очень здорово Ты знаешь, на твою просьбу подпевайте Я подумаю, что в данной ситуации я просто могу как-то подскулить только Ну тут, конечно, это бы шаг, да Открою, нам всегда же интересно кухня, ну вот техника, механизм Ты сейчас вот перед тем, как, допустим, к нам прийти в эфир Ты готовишься, распиваешься? Или вот эти все нюансы уже не так Нет, всё-таки есть определённые гигиена голоса, так называется Ну так ты легко всё это делаешь Ну так ты легко Да нет, понятно, а сейчас, сейчас, вот каждый будний день у тебя есть вот эта вот полезная рутина? Если надо петь, то связки надо разогревать Разогревать Ну это то же самое, что спросить у человека, который поднимает штангу, допустим, под 200 килограмм Да, вы поднимете её сразу? Разминается ли он? Он должен размять мышцы Поэтому связки это две мышцы, которые смыкаются, которые хотят, чтобы их любили От них ещё же зависит настроение народа Маринечка, народ не только с удовольствием ходит на твои концерты, слушает диски, но и сам поёт Так вот, дай какие-нибудь профессиональные лайфхаки, чтобы, ну, как-то за столом можно было лучше исполнять песни Чтобы в караоке блеснуть, ну, может быть, какие-то советики такие Ох, упражнения, советы, да Ну, так, это всё достаточно очень непросто, потому что положить в минуту, я не знаю, 9-летнюю школу Только ты можешь Это непросто Ну, открою, наверное, может быть, не секрет, но дыхание – это основа То есть, если вы правильно дышите, да, то ваша система, ваш голос будет правильно иметь фундамент Опорно Скажем так, да Поэтому, прежде чем любой вокалист профессиональный, да, с педагогом начинает петь, он вначале учится дышать Потому что одно дело мы дышим в жизни, другое дело мы дышим в вокальной технике Это абсолютно две разные вещи Далее, конечно, душа Народная песня без души И караоке не порвётся, поэтому надо включать сердце Иначе тогда зритель будет нам не верить Ну и дальше, впоследствии, наверное, это каждодневный, каждодневный труд Практика Да, то есть, для того, чтобы получалось так легко Евгению Плющенко прыгать четверной тулуп с всякими вот этими вот вентилями, да, он много-много-много лет падал, ошибался, получал травмы И только тогда, когда он уже достиг, он это может делать легко То же самое и в вокале Надо всё переварить, друзья Рекламная пауза Знаете где, когда Марина будет выступать Ну и помните, что 21 апреля впервые сольник в государственном Кремлёвском дворце Скажи мне, Марина, вот ты, помимо того, что профессиональный музыкант, певица, вот сколько не смотрю с тобой интервью, ты всегда в таком прекрасном каком-то расположении духа Есть у тебя какие-то, опять-таки, секреты, вот из чего состоят твои будни? Ты всегда в шикарном настроении, позитивная такая, либо это твой какой-то образ, но, по крайней мере, он такой постоянный Что тебя держит в таком хорошем душевном покое, тонусе? Наоборот, у меня его нет, этого душевного покоя У меня есть тонус Хорошее настроение Просто стараюсь позитивно смотреть, да, это не значит, что у меня нет каких-то расстройств и переживаний, безусловно Просто нас так научили, я не знаю, хорошо ли это или плохо, но свою личную проблему оставлять за кулисами То есть зритель, он приходит получить удовольствие Давайте так, посмотри, да, по чесноку, что зритель покупает билет для того, чтобы получить праздник И тут он выходит Радость, конечно Приходит в зрительный зал, все красиво, и тут такое выходит А у меня это случилось Ты такой несчастный артист, который рассказывает, как он не выспался Кому это интересно? Да, кто на что учился? Вот ты учился на музыканта, вот, пожалуйста, будь добр Вот, поэтому, конечно, есть и переживания, и более того, я непростой пассажир с точки зрения руководства И, как бы, будучи руководителем коллектива, я непростой пассажир И за мной достаточно... То есть требовательная Я это делаю строго, но с любовью Я очень долго терплю, 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 а потом так, тыш, гвоздь забиваю, и все хорошо И потом, хоп, отпускаю То есть, безусловно, любой человек имеет право на ошибку, я это тоже понимаю Вот, но что касается моего позитива Ну, наверное, в первую очередь я холерик еще, в том числе, по психотипу своему Я все очень делаю быстро, у меня есть такая заповедь Не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня Это хорошо Поэтому, да, поэтому я помню все Есть очень хорошее видео в интернете Я вот просто понимаю, почему у женщин именно это происходит Про коробочки То есть, женский мозг и мужской мозг Обязательно посмотрите, это очень забавно Когда у мужчин, у него тоже есть коробочки Но он не может делать одновременно несколько дел Он достанет свою коробочку, сделает дела, поставит А мы, женщины, мы эти коробочки достаем И у нас еще все в проводах, да Поэтому мы можем петь на сцене Но при этом при всем я буду думать Так, какие мне надо лекарства Ульяне собрать завтра Ага, при этом при всем я буду думать о сандале Какого размера ей, 13,5 нога Ну, то есть, вот, это нормально Понятно Значит, какой-то руководитель поняли Какая ты мама Вопрос от Ульяны Сумасшедшая Сумасшедшая мама Я ужасно скучаю по ней Особенно, когда я на гастролях Ей два года почти В феврале Да, в феврале будет два годика Она, я думаю, что это я То есть, она пришла ко мне Для того, чтобы меня отжать В хорошем смысле этого слова Потому что, если я нетерпеливая Если я не терплю ожиданий То мой ребенок это делает просто В сто раз быстрее То есть, ложка хороша к обеду Абсолютно То от своего ребенка я терплю Сижу и вырабатываю свое смирение И терпение И понимаю, что это мой ребенок Все, будь добра, пожалуйста Но она, конечно Ребенок, я думаю, что будет творческий Потому что уже сейчас Я не знаю, откуда она это все взяла У нас есть кухонное полотенце Которое надевается на пальчик И делается вот так Ей год и девять, ребят Она делает вот такие вот руки народные Откуда она это берет? Опять-таки, мне кажется, все-таки Это генетическая какая-то история При этом при всем она Я говорю, Леона, как в дроби танцуются? И она вот с ноги на ногу Это ее дроби И обязательно она водит хоровод Мы с ней научились Что вот хоровод, это правда Это я и научила Она полотенчик Это ее вот Ну, знаете, эти платочки Ну, конечно Только у нее это кухонное полотенце Причем дашь ей нормальный платочек? Нет Именно полотенце И кружева Кружева мы кружим До тех пор, пока мы просто не упадем Класс Наш человек Очень-очень смешно Ей большой привет Сейчас у нее тихий час Я думаю, что Ну, надо сейчас нам спеть Может быть, если Ульяна отдыхает Для остальных зрителей Слушателей страны ФМ А, нет, у нас сейчас будет Да что, у нас сейчас Гуру современности Егор Крит и Филипп Киркоров Цвет настроения синий Огонь Черный Все, ты его уже В тумане человек Итак, цвет настроения черный Друзья Нет, ну просто зима Вдруг синий поставим Лучшее в стране Дамы и господа Цвет настроения у нас Сейчас меняется На радужное Позитивное Марина Девятова Да, у меня к себе вопрос К Марине Марина, а если тебя Блэкстар позовет Спеть дуэтом Пойдешь? Ну, почему бы нет? Я очень, да Позитивно отношусь К необычным Коллаборациям Когда модно сейчас говорить Да То есть Егору Крита Можно призадуматься Что сказать Ну, если мы так-то С ним состыкуемся Два жанра наших Состыкуемся Почему бы нет? То есть ты, в принципе, к этому Лояльна даже с интересом Я просто люблю, чтобы все это дело Не переходило в какую-то некую грань Вот на пошлость Вот туда, наверное А так Почему бы нет? Если это каким-то образом Еще привлечет больше Нашего подрастающего поколения Да ради бога Почему нет? Скажи по поводу преподавания Как у тебя сейчас? Есть время, предложения? Силы? Времени нет Ребят, я бы с удовольствием Мне столько можно Мне кажется Хочется, точнее, сказать Рассказать Передать информацию Просто нельзя быть И артистом, и педагогом Нельзя все-таки Ну, это невозможно Просто физически Потому что Педагогика — это все-таки система Это значит, ты определенное время Уделяешь деткам Жизнь артиста Сегодня я с вами сижу Завтра мне происходит звонок И я лечу куда-то Это жизнь, к которой ты не принадлежишь Фактически сама себе Вот, поэтому, может быть Когда-то я и приду к педагогике У меня есть желание Что-то организовать Потому что дети, дети, дети Вот, может быть После того, как стала мама Мне хочется туда вкладывать себя И, конечно, такой пласт Очень благородный И мне кажется, что Несмотря на то, что визуально Внешне, да, как бы Хоть как-то и говорят Что, да, с народной песней Не дружится у нашей детворы Нет, оно дружится Просто вкусно надо детям подавать Интересно подавать Уже современно На их языке Ну, я думаю, что музыкальная школа Например, Марина Девятова Музыкальная школа Какое-то образование Чтобы это было интересно Чтобы это не как у меня Да, потому что у меня есть опыт Когда мне говорили Если ты не будешь учить сейчас Утюды лишь горно Ты будешь дворником И я так Не хочу быть дворником Ходите в музыкальные школы, друзья Сейчас, может быть, немножко по-другому уже Все, кто знает А, сейчас просто дети другие Слушай, а знаешь, еще какой вопрос Вот сейчас много всяких проектов музыкальных Где дети как раз задействованы Крупные проекты Это ужасно Вот Многие музыканты Особенно кто с такой же базы, как ты Относятся к этому, ну, крайне противоречиво Даже негативно Что дети лучше в хоре пусть сначала поют Что пока идет становление голоса А не вот эти вот сумасшедшие ноты Здесь даже не делают становление голоса Вот объясни, да, разницу Я вот скажу по себе У меня есть ребенок У меня есть девочка, да Меня часто спрашивают Вы хотите, чтобы она стала артистом? Я говорю, я хочу, чтобы она стала счастливой Что касается конкурсов Ну, давайте себе на минутку представим Есть популярные шоу В которых дети в 5-6 лет Становятся популярными и известными А дальше эти дети Приходят в музыкальную школу К нашим русским народным учителям Что такое процесс обучения? Когда ты вот с таким позицией Научите меня А если ты заходишь с короной, звезды Ты не научишься Тебе просто эта информация не зайдет Соответственно, психика у детей ломается Потому что когда ребенок Ей же такие способы, да Когда дети и животные Это всегда умиление А когда она уже подросток Когда, прошу прощения, здесь не выросла А вот здесь вот ты еще не сексуальный объект Потому что ты не можешь быть пока леди Все, ты неинтересна Поэтому ты что? Ты отодвигаешься на второй На третий, на четвертый план Психика у детей ломается То есть больше с психологической точки зрения Конечно, конечно Здесь даже дело не в таланте и не в голосе Психика Поэтому ребенок Конкурсы нужны Но вовремя Когда ты немножечко получил знаний И тогда ты начинаешь эту теорию на практику накладывать Двенадцать у вас сколько? Десять? Где-то так А что касается вот Десять, двенадцать Объясни Они необходимы конкурсы опять-таки Для чего? Чтобы ты себя показал Что ты понял, что ты не мега-звезда Потому что рядышком стоят сильнейшие Допустим, да? Попробовать силу, да Да, но при этом при всем Ты понял, правильным делом занимаешься Дорогие дети Сейчас будет мастер-класс от тети Марины Вот, смотрите, слушайте страну ФМ Так, земля родная у нас сейчас прозвучит Песня, которая, ну, я скажу так У каждого исполнителя народной песни Да и вообще, в принципе, артиста нашей страны Должна быть песня про Россию Я очень долго искала песню про Россию Про страну? Да, как правило, это всегда очень так в лоб, прямо И тут одна учительница какого-то нашего областного города Принесла мне текст Текстов приносят очень много Свой она написала Да, она написала текст И моему администратору говорит Ну, покажите Он говорит, ну, так Ну, давайте И, признаться честно, он его никуда не выбросил Не убрал Он просто мне его передал Как я обещал Я читаю текст и понимаю, что это то, что я ищу Потому что фраза Я песню русскую люблю душой и сердцем Пою душой и сердцем То есть это то, что является про меня Почему я всегда говорю Если вы вот сюда ее не запустили Вам зритель не поверит Дальше мой замечательный друг Леша Петрухин написал музыку И вот получилась песня, которой я планирую завершать следующую концертную свою юбилейную программу, которая поедет также по стране Мы готовы Смотрим, слушаем, друзья Живое выступление Марина Девятова В эфире Страна ФМ Полетели Люблю российские привольные просторы А под ветром мы вольные поля За белой дымкой в снежных шапках горы Это все родная мне земля На ранней зорике По нехоженной тропке В рассе серебряной пройдусь я босиком Меня приветствуют березы и рябины Где с детства раннего мне каждый куст знаком Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готова необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готова необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Родное небо обнимается со мной Под синий розовым закатом в летний вечер Блестит полноводная река А ветерок доносит говор русской речи И родной напев летит издалека Уж песня просится на волю пицей И я пою во весь голос от души И в этот миг могу без памяти влюбиться Ведь для влюбленных все мгновенья хороши Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готова необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готова необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Родное небо обнимается со мной Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готова необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готова необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Родное небо обнимается со мной Спасибо! Спасибо огромное! Дорогие друзья, чистый, незамутненный восторг Все, что мы можем сказать Марина Девятова на стороне ФМ Я думаю, что сейчас где-то далеко Сергей Войтенко Приятно вытирать слезу Байон Микс, привет! Привет-привет, ребята! Слушай, ну класс, конечно Значит, что у нас по альбомам, что у нас по клипам? Рассказывай, Мариночка, нам это очень интересно, как всегда Что касается альбома, то он сейчас, скажем так, пишется Вообще, признаться честно, я не люблю выпускать альбом Просто потому, что записались какие-то песни Поэтому мы тебя и спрашиваем, что сейчас, да? Я хочу сделать сейчас акустический альбом Сделать его с минимальным количеством инструментов То есть он такой будет более амплактовый Какие там будут инструменты? Это будут духовая группа, гитара и баян-гармонь Вот так вот Но это, опять-таки, сейчас это находится в процессе Там много места для голоса будет Много, много, много Но на самом деле очень много романцев, которых хотелось бы исполнить Но, опять-таки, да, мне всегда говорят А спойте вот эту песню, а спойте вот эту И вот это, и вот это Я говорю, ребят, да мы сутки так сидеть будем тогда Просто мы не выйдем из концертного зала Правда, репертуара много И я немного уже меняюсь Взрослею Какие-то есть произведения, которые я уже начинаю понимать Пропускать и хочется исполнять Вот совсем недавно в моем репертуаре появилась песня Высоцкого Вот, я несла свою беду Не знаю, вот почему-то она мне легла Она просто божественная Я считаю, что у меня Я каждый раз, когда я пою, у меня мурашки Потому что такой текст У меня постоянно слезы Я надеюсь, что я смогу донести это до своего зрителя Вот как раз в следующую программу я это обязательно вставлю А так, смотри, отслеживаешь, следи, что нового происходит Вообще в музыке как таковой Что нравится, что не нравится Ты знаешь, я не особо сильно, скажем так, живу Стараюсь в крайнем случае, да Потому что мы, признаться честно, уже все с ума сошли с этими гаджетами Мы перестаем общаться Ты все наоборот как-то Я стараюсь минимизировать Вот, поэтому у меня есть замечательный супруг Который мне всегда информацию расскажет Потому что он там как раз очень часто бывает И всякие новинки мне скажет Твой фильтр, в общем, такой Ну, наверное, да Просто очень сложно, когда вы приходите домой Снять, как я называю, кокошник, лапти И стать мамой А Ульяне, допустим, все равно, что приехала мама из Дальнего Востока Или там каких-то гастролей Будь добра, пожалуйста, мама Села на лошадку и катаемся вместе И аплодируем еще А на Новый год мама будет дома? Я думаю, что да Я очень хочу этого Пока, в крайнем случае, в моем концертном графике ничего не стоит Поэтому елка, Дед Мороз, игрушки Все как нужно Все это, да Марина, спасибо тебе огромное И спасибо, что ты делишься таким классным настроением От тебя вот серьезно заряжаешься как-то по-хорошему И побольше таких вот хороших и добрых артистов Спасибо, мои хорошие Вам хороших эфиров и хороших радиослушателей Спасибо тебе огромное Марина, девятого, дорогие друзья 21 апреля Сольник в Кремле Все подробности в интернете Приходите, будет вам праздник Точно Спасибо большое Пока Пока Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ